Наша маразматическая власть. Чего вы сейчас добиваетесь? Мы потеряли Дулата Акадил в ваших закрытых заведениях. Неизвестна причина смерти Аманбике Хайрла. Сейчас, сегодня, 14 апреля, на суд в Астане вызвали Медета Арастанова только за то, что он хотел вчера проехать в аптеку за лекарствами, которые ему нужно принимать каждый день. По всему Казахстану сейчас идут преследования активистов. И сейчас девятый день находится в вашем закрытом специализированном заведении на принудительном лечении Алимжан-Избасаров. Военнослужащий, который год назад призывался в эту воинскую часть 55-13 города Тарас абсолютно здоровым человеком с нормальной психикой, с ясным сознанием и с ясной памятью. Теперь мы не знаем, что с ним, какой диагноз, какие сильнейшие препараты он сейчас получает, которые подавляют его волю и психику. Поэтому мы требуем, чтобы мама Алимжана Жаухас-Избасарова имела возможность проехать и увидеть лично своего сына, чтобы адвокаты из города Тарас имели возможность пройти в эту часть и переговорить с руководством воинской части 55-13. А также, если мы говорим, что Казахстан – это цифровое государство, то будьте добры, обеспечьте нам открытую пресс-конференцию, прямой эфир или открытый врачебный консилиум с его лечащим врачом Наулитбеком Батебаевичем, который бы нам разъяснил прозрачно, а не держали нас в неведении, что за диагноз, насколько правомерно, правомочное вообще его пребывание там, и что за лечение он получает. Возможно, Алимжану было достаточно просто проведения грамотной профессиональной консультации, не психиатра, а просто психотерапевта. Да, у Алимжана были в течение уже больше, чем полугода сильнейшие головные боли, и врач-невропатолог, который ранее его консультировал, он объяснил причину этих головных болей, это длительный хронический стресс, потому что мы знаем, что постоянно в течение всего этого года пребыванием Алимжана из Басара в этом закрытом заведении, в воинской части, было постоянное манипулирование, давление. Почему за полтора месяца до его официального срока демобилизации появляется некий майор Азимбетов, который постоянно и методично проводил вот этот психологический прессинг, давление. Он подговаривал сержантов, чтобы они тоже оказывали вот такое давление на Алимжана. Кто курирует этого майора Азимбетова? С какой целью проводятся эти провокации? На каком основании майор Азимбетов заявил Алимжану, что ты демобилизируешься как минимум в сентябре или в декабре этого года, а возможно, через пять лет ты вернешься домой? Это о чем говорит? О том, что вы шьете срок Алимжану. Это не ваше дело, чем Алимжан из Басаров будет заниматься на свободе. Это его право выбора. Зачем вы сейчас провоцируете общество, которое и так накалено до беспредела? Поэтому мы требуем, чтобы 5 июня 2020 года Алимжан из Басаров вернулся абсолютно здоровым, ясным сознанием. Домой, в Астану. А тем аразбатике, которые страдают старческим слабоумием, идите в пантеон. И дайте возможность здоровым и крепким ребятам жить свободно в свободном Казахстане.